В случае избрания меня депутатом Государственной Думы Российской Федерации я буду бороться за упрощенный вариант получения российского гражданства для всех проживающих за рубежом российских соотечественников, проводить политику поддержки русского образования в Эстонии, я за налаживание отношений сотрудничества между Министерствами образования и Министерством культуры Эстонии и Российской Федерации и за индексацию пенсий военных пенсионеров особая забота участникам Великой Отечественной войны. Прошу вас голосовать за меня. Заинтересован в том, чтобы судьба России была справедливой, чтобы идеи справедливости всегда находили своих сторонников, защитников, почитателей и тех, кто готов бороться за право, за справедливую политику в отношении социально слабо защищенных слоев населения, которые нуждаются в особом внимании, в особой заботе. Мы знаем, что руководство партии «Справедливая Россия» лично уделяет большое внимание и не особо афиширует публично свою активность, поддерживает наших ветеранов. Факты, примеры подобной поддержки нам известны и надеюсь, что ветераны благодарны за то, что для них делается в том скромном размере, насколько это возможно, с учетом занятости. Но все-таки спасибо за любую форму поддержки, за внимание к положению русскоязычного населения, к судьбе неграждан русских школ. Хорошо, что у тех избирателей, которые придут голосовать на выборы Госдумы здесь у нас в Тайлине, была эта прекрасная возможность лично познакомиться с кандидатом в депутаты и для себя выяснить те вопросы, которые позволяют человеку делать правильный выбор в своих интересах. Спасибо. Родился в городе Новороссийск, в семье учителей. После окончания школы закончил в Латвии высшее военно-авиационное училище, попал на службу вооруженные силы. Когда произошло сокращение армии, я уволился и закончил университет государственный факультет юриспруденции, потом защитил диссертацию, я кандидат в юридических наук. И стал работать в администрации одного из южных городов, промышленных мощных городов, который основал Петр I на 5 лет старше города Санкт-Петербурга, город Таганрог. Впоследствии перешел на работу в Москву на преподавательском. Мне потом предложили работать в одном из субъектов Российской Федерации Республики Адыгея. Я работал в должности руководителя администрации президента Республики Адыгея 4 года. И сейчас являюсь действующим депутатом законодательства собрания Ростовской области и одновременно работаю в Академии Государственной службы и Президентерской Федерации. Александр Иванович, представители каких парламентских и непарламентских партий будут противостоять вам на выборах? На выборах у меня однобандатный 151 округ. У нас там зарегистрировано 10 кандидатов. Но самые яркие представители это первый секретарь Коммунистической партии Российской Федерации Ростовской области и кандидат, который выданила «Единая Россия». Вот это два действующих моих оппонента, которые на сегодня присутствуют. А кого вы считаете с вами главным конкурентом? Ну вот я считаю, что человек, который уже 15 лет проработал в Государственной Думе, три срока, прежде всего, старико-мнической партии Российской Федерации, это мой главный оппонент, он очень тяжеловес серьезный и, конечно, я думаю, что это мой главный оппонент. Хотелось бы узнать ваше мнение о действиях России на международной арене в последнее время. Я вижу, у нас есть очень любимый многими россиянами министр иностранных дел Лавров, который является просто гарантом в переговорном процессе по сложным вопросам. И я думаю, что усилия России по Сирии и по Турции дали вот новый резонанс в витку таким благополучным отношениям с мировым сообществом, где наша страна начала уже быть признанной, уже с ней начали считаться, чего не было еще буквально несколько лет назад. И возрастающая экономика, возрастающая мощь армии, она не может не говорить о том, что Россия сегодня занимает одно из лидирующих мест в мировой политике. Что бы Вы изменили во внутренней политике российского государства? Как Ваш личный взгляд? Ну, мой взгляд, я считаю, что внутренняя политика, внутренняя политика должен быть пересмотр взаимоотношений федерального центра с субъектами Левской Федерации и пересмотр отношений между субъектами и муниципальными образованиями. Это главное. Сегодня очень большая проблема в том, что муниципальным образованием передаются полномочия федерального уровня или уровня субъектов, а деньгами это не подкрепляется. Это нужно срочно здесь выстроить четкую линию, что это должно быть свято. То есть деньги должны быть у муниципальных образований и у субъектов соответствующие для выполнения их функций. Сегодня федеральный центр, я думаю, что должен быть, я считаю, что должен быть пересмотр, как и многие вопросы, скажем, связанные с тем, что, допустим, должна быть четкая индексация пенсии. Два раза в год, не просто там, а инфляционный период присутствует, должен быть четкая индексация пенсии. Александр Иванович, если вы пройдете в Госдуму 7-го созыва, какие законопроекты вы там инициируете в первую очередь? Ну, в первую очередь, я бы, во-первых, сказал, что я о передоспределении бюджетного финансирования. Это должно быть здесь понятно, что акцент должен быть сделан на территорию из федерального уровня. Второе, я бы инициировал все-таки жесткую индексацию пенсии два раза в год. И есть у меня большие претензии сегодня существующему образовательному процессу в качестве, допустим, в частности, ЕГЭ. Это, я считаю, приводит детей к такому не серьезному мышлению, а наоборот делает из них каких-то роботов. И поставлена галочка является основанием успеха какого-то. Но это не дает возможности ни преподавателям сегодня относиться к детям с той теплотой, как раньше происходил учебный процесс. И это вот основные, которые сейчас сходу у меня приходят на ум законопроект. А в курсе ли вы проблем оболнующих российских соотечественников, проживающих в Эстонии? Да, я в курсе. Я считаю, что можно сделать больше для наших российских соотечественников. Потому что это действительно люди, которые требуют особого уважения, особой заботы со стороны Российской Федерации. Это наша основная задача, о них думать постоянно. Я в случае избрания, учитывая, что это мой округ тоже, я буду большую часть времени проводить с избирателями, которые меня избрали, и выслушать их чаяния и боли. Потому что у нас 13 лет не было системы выборной смешанной. Сегодня президент вернул эту смешанную систему выборов, где голосуют и за партии, и второй великень будет за фамилию. Вот именно моя фамилия будет представлять наш округ. Я готов являться тем защитником на федеральном уровне своего округа, в том числе и жителей, живущих в Эстонии, российских.